Проводим очередное заседание Антитеррористической комиссии Республики. Озвучивать повестку дня не буду, она у вас имеется на руках. Единственное, я хотел бы оговорить сразу в регламент нашей работы. Предлагаю основные выступающим до 7 минут и в процессе обсуждения до 3 минут. Если нет возражения, давайте приступим к работе. Хотел бы, предваряя нашу сегодняшнюю работу, сказать следующее. Из всех вопросов повестки дня, безусловно, каждый из них представляет важный аспект общественной, социальной, экономической жизни региона. Основным, конечно, поводом для нашей с вами встречи послужило то, что мы находимся в преддверии очень важного события в стране. Для нас это событие важно, наверное, даже не в войне, а в тройне, поскольку проходит в нашем федеральном округе, поблизости от нашей границы. Я имею в виду Олимпийский евро 2014 года. Мы достаточно много говорили на эту тему и в преддверии текущего года в прошлом году, в месяце, в декабре, проводили несколько заседаний территориалистической комиссии, посвященных этому вопросу. Но хотел бы отметить, здесь, наверное, не столько важна чистота нашей встречи, а сколько результативность нашей с вами работы. Вот об этом мы сегодня поговорим. Это что касается первого вопроса. Результативность, я имею в виду эффективность принятых нами мер, обсужденных на предыдущих заседаниях вопросов, поставленных задач и поручений. Вот на этом бы я просил выступающих акцентировать свое внимание. Повторюсь, каждый вопрос важен сегодня. Но один из основных вопросов сегодняшнего появления дня – это медицинная катастрофа. Это, к сожалению, сложная ситуация, которая имеется у нас в республике в связи с этой проблемой. Это очень тяжелое положение дел по дорожно-транспортным происшествиям на наших трассах. Республика обладает позитивными магистралями, проходящими с юга России до столицы нашей страны и связывая юг Россию с повышенно развитыми регионами, центральной части России. Этим обусловлен, безусловно, огромный поток транспортных средств. Иногда то, что должно, по сути, работать на экономику республику с позитивной точки зрения, работает на сегодняшний день отрицательно, не побоюсь этого слова. В первую очередь в связи с тем, что несет угрозу жизни, это самое главное. И, безусловно, показывает нашу с вами на сегодняшний день, к сожалению, не совсем эффективную работу. Здесь бы хотел оговориться, что этот вопрос, конечно же, связан в первую очередь в тесной координации и взаимодействии работы, собственно, так, как мы и ставим этот вопрос сегодня в повеску, работы федеральных органов исполнительной власти, республиканских. Об этом предлагаю поговорить более подробно. Председатель правительства недавно, вчера, можно сказать, вернулся из Москвы, встречался с вице-премьером правительства Голодец Оргой Юрьевной. И этот вопрос был один из основных на повестке дня. Мы ожидаем серьезную поддержку в части реализации программ обеспечения безопасности движения на федеральных трассах, где на сегодняшний день, по данным и МВД, и по нашим внутренним данным, более 60% всех ДТП происходит. Но остается ряд проблем, которые вполне реально решить и на региональном уровне уже сегодня, не дожидаясь поддержки СССР. Поэтому, коллеги, предлагаю приступить к нашей работе. По первому вопросу в повестке дня слово для выступления предоставляется министром МВД Республики Мишанин Андрей Васильевич. Пожалуйста. Уважаемый Алексей Маратович, уважаемые члены комиссии. В преддверии Олимпийских зимних игр в городе Сочи, Министерство внутренних дел по Республике Калмыкия принимаются организационные практические меры, направленные на обеспечение общественной безопасности и недопущение децибилизации обстановки на территории Республики Калмыкия. Совместно с органами государственной власти Республики, региональным управлением ФСБ России, МЧС, СИН России, линейным подразделениями на транспорте на должном уровне обеспечена охрана общественного порядка и безопасности в период проведения и 105 Олимпийского огня. На заседании Совета по полномочиям представителей Президента Российской Федерации в Южном Федеральном округе, состоящем с 19 декабря 2013 года, отмечено, что основным фактором, создающим угрозу общественной безопасности, остаются сохранившиеся условия для проведения членами серво-кавказского подпорья диверсионно-террористических актов. С учетом этого, в связи с прошедшим террористическим актом в городах Пятигорск и Волгограде,